миром уважаемые друзья и дорогие коллеги мы с вами снова на канале психофарм 2 который всегда на вашей стороне благодаря нашей эмблеме нашему девизу за уживых оплакив мертвых разбивая модель самое главное благодаря нашему гору учителю психофармича стараемся расширять круг темно все-таки эти темы должны быть практичными ну действительно должны быть проблемным сегодня будем рассказывать о сексуальной дисфункции которая возникает из-за нейролептиков то собственно говоря с этим делать конечно же мы будем рассказывать это на примере шизофрении то на самом деле в нашей стране все гораздо серьезнее потому что у нас ну скажем если на западе нейролептики назначают при шизофрении при пополярном аффективном рассосе это как бы наиболее частое назначение нейролептиков нашей стране нейролептики назначают всем подряд при тревожных расстройствах вообще без каких-либо расстройств поэтому сексуальная дисфункция у нас встречается я думаю что гораздо чаще потому что просто шире используются нейролептики и так что же делать в этой ситуации нам попались португальские рекомендации по лечению еще раз говорю сексуальной дисфункции что собственно говоря делать это не солнце конечно же еще раз говорю что они касаются шизофрении потому что они считают что это основная проблема это конечно патент шизофрении еще раз говорю потому что они назначают неролептики чаще всего используют нейролептики при шизофрении не так как нашей стране ну и когда мы проанализировали вот эту собственно говоря рекомендации эти рекомендации на в общем португалию стало действительно жалко сейчас мы попытаемся объяснить почему нам стало на португалию жалко от у нас всегда обвиняют то что мы обязательно какой-нибудь западный опыт расценивать как положительный это вовсе не всегда так если западный опыт отрицать мы открыто об этом рассказываем ну прежде всего мы много раз говорили о том что шизофрении это состояние где повышается активность дофаминовых нейронов это гипердофаминовые симптомы и снижается активность дофаминовых симптом нейронов причем одновременно просто разные участки головного мозга ну и отсюда гипердофаминовые симптомы причем гипердофаминовые симптомы связаны с повышением активность дофаминовых нейронов вот здесь они перечислили бред галлюцинации дезорганизованное мышление грубо нарушенное поведение переживания овладение контроля, как будто чуждая сил, там, например, какие-нибудь бесы овладели человеком, и, в общем, там делают за него всякие там функции, то есть говорят, думают, двигаются. В общем, это действительно очень-очень тяжелый симптом. Они, конечно, являются основными. Много раз говорили не только потому, что в этих состояниях человек опасен для себя и для окружающих, но и просто потому, что гигнут дофаминовые нейроны, они, в общем-то, нам нужны. Я думаю, никто с этим спорить не будет. Поэтому лечение гипердофаминовых симптомов – это задача номер один любого психиатра. Как она решается? Да вот у нас классификация нейролептиков, препараты, которые используются для лечения шизофрении. Мы очень просто сделали, мы разделили все препараты по тому, как они воздействуют на дофаминовые нейроны. Вот здесь D нейролептики, D большое, это значит, сильно воздействует на дофаминовые нейроны, стрелочковый лист снижает активность дофаминовых нейронов. Это все понятно. Повысилась активность дофаминовых нейронов, да, гипердофаминовые симптомы преобладают. Надо их снизить активность. Это используется D нейролептик, вот они здесь перечислены. Может, кстати, использоваться и солиан в высоких дозах. Это D нейролептик, причем обратите внимание, стрелочки вверх и вниз, потому что тут буковка D зависит от дозы нейролептиков. Надо вам сказать, что вот почему, собственно говоря, эти препараты хороши, это просто механизм действия. Нам всегда говорят, хватит рассказывать про механизм действия. Ну ведь механизм действия это основное, что есть в препарате. Вот обратите, пожалуйста, внимание, два дофаминовых нейрона общаются между собой. Один выпустил дофамин, другой этот самый дофамин улавливает при помощи дофаминовых рецепторов, ну и возбуждение катится дальше. А если закрыть эти рецепторы при помощи таблетки, ну, например, там вот этого самого D нейролептика, закрываются эти рецепторы, нейрон нечем воспринимать этот самый дофамин, и активность падает. Теперь давайте по поводу сексуальной активности, сексуальной дисфункции, которая возникает при приеме нейролептиков. Ну, всегда вы знаете, что есть хорошее, есть плохое у любого механизма действия. Так уж повелось, что есть две стороны, одну и ту же медаль. Вот плохая сторона медали, что дофамин очень важен человеку для либидо, вот для желания начинать эту самую сексуальную активность, то есть сексуальное желание. Если дофамина много, то есть нормальное количество, то это будет возбуждение, либидо будет нормально. Беда вся в том, что если уровень активности дофаминовых нейронов снижается, то и либидо тоже снижает. Но есть еще несколько важных аспектов, как нейролептики могут влиять на сексуальную функцию. Ну, например, повышение уровня пролактина. Это характерные побочные эффекты нейролептика, вот повышение уровня пролактина, лекарственный паркинсонизм. Чуть позже я скажу об этом, чем эти расстройства себя проявляют. Это то же самое следствие воздействия препаратов на дофаминовые рецепторы. И существует определенная зависимость даже между количеством рецепторов, которые блокированы, и возникновением антипсихотического эффекта, возникновением гиперпролактинной мии, то есть повышение уровня пролактина и лекарственного паркинсонизма. Почему повышение уровня пролактина очень важно? Повышение пролактина способствует торможению либидо. То есть мало того, что мы снижаем уровень дофамина, но мы еще повышаем уровень пролактина, ну то есть либидо исчезает совсем. Особенно это выражено у мужчин. Обратите внимание, при гиперпролактинной мии у мужчин либидо снижается на двух третей лиц, которые с ними принимают нейролептики. У женщин самый частый симптом это увеличение молочных желез и нарушение месячных. Тем не менее, там есть и общие симптомы, которые, например, связаны с ожирением, но мы сегодня об этом рассказывать не будем. Очень важно, что на сексуальную функцию влияет и может влиять и влияет, это, конечно, лекарственный паркинсонизм. Тоже побочный эффект нейролептиков. Что это такое? Это когда дофамильная активность в негростреарной системе головного мозга тоже снижается из-за того, что слишком много препарата, слишком много он занял этих самых рецепторов. И возникает вот такая маска паркинсона, то есть застывшее лицо. Возникает затруднение в начале движения, вот такая сагбенная поза. Ну и вообще любое движение начать очень и очень сложно. Понятно, что когда человеку очень и очень сложно начать любое движение, тут уже недосексуальной активности. Что еще влияет на сексуальную дисфункцию, на частоту сексуальной дисфункции у больных шизофрении? Это, конечно, длительная терапия вот этими самыми демейролептиками. Причины этого, в общем-то, понятны. Врачи опасаются возникновения вот этих самых симптомов гипердофаминовых, это понятно. Ну и, соответственно, стремятся лечить как можно дольше. Но ведь падает дофаминовая активность, а снижение дофаминовой активности скажем, в мезокортикальной системе, в карии головного мозга приводит к гипердофаминовым симптомам. Они и так-то, собственно говоря, возникают в течение шизофрении без лечения. Но здесь они еще более усиливаются. А что такое гипердофаминовые симптомы? Это притупление аффекта, это скудость речи, это отсутствие стремления, мотивации к достижению каких-либо целей, это снижение отсутствия вовлеченности в общении с другими. Ну, понятно, что при наличии таких симптомов, конечно же, не до какой сексуальной активности. Это тоже оказывается вовремя. Теперь давайте вернемся к предложениям португальских психиатров, что же они советуют делать. Какие, ну, скажем, варианты, стратегии они выделили. Первая стратегия – коррекция дозы антипсихотика по уровню сыворотки, если это возможно. Что имеется в виду под корректой? Конечно, снижение препаратов, снижение дозы препарата. Ну, и они советуют это сопоставлять с концентрацией препаратов в сыворотке крови. Ну, мало того, что у нас этого не делают, но на самом деле я считаю, что вот этот подход, он на самом деле грубоко порочен и ошибочен. Почему? Потому что не только нашим психиатрам, отечественным это очень известно, ну и западным психиатрам тоже известно, что снижение дозы препарата – это высокая опасность обострения. Почему это так? Потому что если мы занимаем определенное количество Д2-дофаминовых рецепторов, то мы и должны и дальше занимать это количество, при котором вот эта повышенная гипердофаминовая активность проходит. Если мы будем снижать дозу, то рецепторы будут освобождаться, и риск, соответственно, возникновения психоза будет возрастать. Ну и поэтому понятно, что лучше к этой стратегии не прибегать. Неважно, есть у вас возможность изучать концентрацию препарата в крови, нет возможности. Всем известны англичи. Следующий подход, вот этот подход гораздо лучше – переход на хорошо переносимый антипсихотик, одним из которых является арипипрозол. Надо вам сказать, что из всех арипипрозолов наиболее доступна Ролотекс, поэтому мы будем говорить именно об этом препарате. И вот переход на этот самый Ролотекс, согласно современным представлениям, столь же эффективен в плане предотвращения обострений, как и продолжение терапии старого антипсихотика в прежней дозе. Вот это очень и очень важно, чтобы вы поняли. Более того, мы сейчас приведем вам данные, где говорится о том, что на самом деле лечение Ролотексом в течение длительного времени – это очень и очень хорошая стратегия, поддерживающая терапию. Что этот препарат делает? Он не снижает активность дофаминовых нейронов, так как это делают антагонисты, он навязывает нейрону сниженную активность дофаминовых, сниженную дофаминовую активность. Как он это делает? Он тоже прикрепляется к этим самым рецепторам постсинаптическим, которые улавливают дофамин, но он сам их возбуждает. То есть он делает это слабее, чем сам дофамин, но всё-таки возбуждает. Насколько слабее. Воспользуемся картинкой, которую мы срисовали у Майкла Штефана Стали, поэтому его улыбающейся физиономии вы здесь видите. Вот справа – это дофамин, который делает это сильнее всего. Слева – это демиролептики, которые гасят дофаминовую активность фактически до нуля. А репепрозол, видите, занимает такое спокойное положение, которое даже не доходит до середины. Соответственно, активность дофаминовая будет снижена, но при этом будут заняты большое количество дофаминовых рецепторов. То есть вот рецепторы не дадут разойтись дофаминовым нейронам, и всё-таки дофаминовая активность будет сохранна. Ну и дальше я вам обещал провести, мы уже цитировали несколько раз этот журнал Семенной психиатрической ассоциации, очень интересный мета-анализ по поводу поддерживающей терапии, из которого явствует, что а репепрозол был в группе высокой достоверности данных по снижению риска обострения при поддерживании терапии, и он являлся единственным препаратом в группе средней достоверности данных по низкому риску возникновения побочных эффектов при поддерживании терапии. Лучше него по переносимости, как вы видите, никого, никаких препаратов не было. Ну и надо вам сказать, что это подтверждается и другими исследованиями о том, что этот препарат куда как хорошо переносится, и самое главное, хорошо переносится в плане того, о чем мы вам говорили. Ну потому что мы сохраняем дофаминовую активность, это значит, что мы сохраняем человеку либидо. Это раз. Второй, ну здесь мета-анализ, на который мы тоже будем ссылаться на печатной ванцете. Ролотекс снижает уровень пролактина, не повышает уровень пролактина, а снижает уровень пролактина. Так что, если даже у человека были побочные эффекты, связанные с гиперпролактинамией и, соответственно, либидо было снижено и из-за этого, он как бы лечит это снижение либидо. Ну и, наконец, следующая очень важная вещь – это назначение корректоров. То есть, корректоры применяются при лечении вот этого лекарственного паркинсонизма. И частота назначения корректоров при лечении арипипрозола, она, собственно, была одинакова и с тем, что, ну, как при плацеб. То есть, назначаете ли вы пустышку, частота корректоров одна и тоже, назначаете ли вы арипипрозол, тоже частота назначения одна и тоже. Для сравнения, галлоперидол требует корректоров в три раза чаще. Что такое корректоры? Вы помните, это тоже лекарственный паркинсонизм, который, как вы понимаете, никак не способствует сексуальной функции человека. То есть, еще раз говорю, вот этот переход на ролотекс – это хороший способ лечения сексуальной дисфункции и профилактики сексуальной дисфункции. И надо вам сказать, что если мы будем поступать так, то у нас здесь есть возможность обойти Португалию. Не знаю, знают ли наши зрители, но у нас существовала такая задача – догнать обогнать Португалию, по-моему, по ВВП, по внутреннему продукту, на душу населения. К сожалению, этой задачи мы решить не смогли, но вот такую задачу в плане профилактики лечения сексуальной дисфункции при использовании нейролептиков мы достичь, как ни странно, можем, если будем чаще использовать вот эту стратегию перевода пациента на арипипрозол. Как всегда, в конце нашей лекции комменты, лайки, подписка. Напишите нам, нравится ли вам эта тема, ну и психофарм, что это тоже будет очень и очень интересно. Ну и хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!